Всем привет, с вами снова Элина. И сегодня я хочу вам показать кое-что очень миленькое такое. Я вчера получила посылку из Кореи, из города Гэнднэм. И да, когда я открывала посылку, я пританцовывала, потому что все, наверное, знают эту песню. И Гэнднэм стайл. Вот. И в этой посылочке была вот такая чудесная коробочка. Я не знала, что там будет на самом деле. Вот такая вот коробочка от Beauty by UBI. Ай! Коробка просто восхитительная. Я постараюсь вам показать поближе, как она выглядит. Она очень красива, такого голубого, не знаю, оттенка. И здесь нарисован зайчик такой миленький. И какие-то помадки, и губки. В общем, очень такое все милое. Что меня еще больше порадовало, так и то, что было внутри. Очень много всего. И сегодня я хочу вам показать это и немножечко рассказать. Поэтому поехали. Первое, что было очень мило в этой коробочке, это добро пожаловать в UBI family. Такая вот открыточка. Спасибо. Итак, первое, что я нахожу в этой коробочке сейчас, потому что я уже, конечно же, ее проверила до этого. Это вот такие вот стикеры на ногти с клубничками. И, возможно, скоро времени их попробую. Пока что у меня натуральный такой маникюр. И я пока что ничего не меняю, как вы видите. А дальше у меня здесь мыло, которое стопроцентно сделано вручную. И это мыло не для рук, как мы привыкли, а для лица. Я не знаю, что здесь написано, потому что все на корейском. Но я так подозреваю, что оно для умывания. Потому что я, честно скажу, проверила до этого другое видео. Это уже такой же коробочке от девушки. Просто послышать, что другие люди думают о ней. В общем, мыло для лица. А далее у нас идет вот такой вот спонжик. Я так понимаю, что просто можно его использовать для макияжа. И что мне нравится, что он такого темно-синего цвета. И мне кажется, в каком-то роде это удобнее. Потому что белый спонжик, он, знаете, такой становится сразу грязный. А на темном спонжике, наверное, не так видно эту грязь. Хотя, я думаю, это не имеет сильного значения. Далее такой вот крем для рук розовенький. А здесь сказано, что он с запахом цветков вишни. Если честно, я не помню, как пахнут цветы вишни. У меня почему-то этот запах не очень ассоциируется с цветками вишни. Но все-таки запах довольно-таки приятный. И что мне нравится, этот крем очень так быстренько высыхает. Поэтому не нужно ходить с жирными руками. Это всегда очень приятно. И это от бренда Misha. И вообще здесь довольно-таки много разных корейских брендов. Далее у нас идет вот такой вот, назовем его, бьюти-блендер. Хотя, я думаю, называется он как-то по-другому. Потому что бьюти-блендер это бренд. Такая вот штучка. На самом деле, настоящего бьюти-блендера у меня никогда не было. Я вот таким вот пользовалась от Праймерка. Он уже очень грязный такой, весь валяется, разрушенный. Вот. А сейчас у меня появился такой вот новенький. Поэтому тоже буду рада попробовать. И фирма называется Shoots. Далее еще такой один спонжик. Что мне в нем нравится? Он, кстати, для пудры. Он такой весь плюшевый, беленький. На нем розовый бантик. Знаете, такое напоминает какие-то старые времена, когда женщины сидели перед зеркалами. Так вот пудрой весь таким спонжиком, каким-то плюшевым. И вот сейчас, в общем, такой спонжик есть маленький. У меня очень миленький, очень классно выглядит. А далее у меня такой вот... Я, кстати, не знаю, как сказать на русском. Крайон. Или, может, так же называется. В общем, такой, как я понимаю, карандашик для губ. И давайте посмотрим, какого он цвета. Оттенок называется Sheer Kiss. И, в общем-то, я не знаю, фирма, кажется, называется Banila Co. Я открыла первый раз эту помаду. У нее такой вот очень нежный оттеночек. И надеюсь, что вам видно. Ну, очень нежный, очень приятный аромат у этой помады. Такой, знаете, и сладкий, и одновременно свежий, что всегда очень приятно. Я вообще обожаю, когда у косметики, у помад, в частности, есть какой-то аромат. Потому что без ароматов мне кажется немножко странным косметика. Я не очень люблю косметику без запаха, если честно. Хотя, наверное, людям, которые не любят запахи, это прям находка. Далее идет такая вот очень наимилейшая штучка. Это, если я правильно перевожу, бритва для бровей. Или что-то типа укладочной штуки для бровей. Короче, Razer. И вчера я увидела ее в самой первой, когда открыла коробочку. И она меня, конечно, впечатлила. Во-первых, потому что это что-то очень необычное. Я никогда не видела, чтобы такое использовали. Поэтому обещаю, что проверю на YouTube. Как еще этим пользоваться. И, возможно, где-нибудь потом в своих будущих видео покажу. А всякие необычные штучки, как они в использовании вообще. И что мне понравилось, так это то, что эта штука, она в форме фламинго. Или, я не знаю, пеликана. Какой-то, в общем, птички розовой. И вообще она розовая. Это очень клево. Как вы видите, сегодня у меня розовое настроение. Это прям вписывается в мой день. Далее идет две упаковочки теней, насколько я понимаю. Я не буду открывать их сейчас. Сейчас, где-то, возможно, в будущих видео покажу вам. Одни из них такие бронзовые. Другие какие-то темно-серебряные, что ли, или светло-черные. Не знаю. И они все очень блестящие. Просто кажется, что нереально блескучие. Я не знаю, как они будут смотреться в итоге на глазах. Покажу вам в каких-то из своих будущих видео. Далее идет такая штукенция. Я не знаю, как на русский язык перевести. Я даже не знаю, честно говоря, как перевести вообще в голове даже с английского. Что-то такое. В общем, это штукенция для увеличения губ. Я уже видела тоже у одной девушки, блогера, такую штуку в видео. И тоже захотелось мне ее попробовать. Сейчас вот она мне пришла. Совершенно неожиданно. Я вообще обожаю все, что связано с увеличением губ. Поэтому с удовольствием ее в будущем попробую. Возможно, даже на камеру это вам покажу. Класс. И написано, что она пахнет вишенкой. Далее идет такая штучка, которая больше напоминает, как будто мне прислали, знаете, майонез или кетчуп. Но на самом деле, насколько я понимаю, это ночной крем. Здесь написано, что это вау. Зеленый чай забота. Короче, больше ничего не написано. Но, насколько я понимаю, это дальше написано sleeping и нарисован месяц. Видимо, это ночной крем. Но больше ничего про него сказать не могу. Единственное, знаете, что очень меня немножко, так сказать, беспокоит, это то, что корейская косметика рассчитана на то, чтобы сделать лицо белее. Мне так кажется. В основном вся косметика. Может, не обязательно, что вся. Потому что, да, кореянки, а в противовес нам, русским, которые стараются, наоборот, загореть, они стараются отбелить свое лицо. И мне кажется, что их косметика много может отбеливать. Но я никогда с этим не сталкивалась, потому что все отбеливающие маски я давала всегда маме. Вот. А себе я брала все, что, наоборот, делает меня более загорелой. Поэтому, не знаю. Ну, попробую. Это очень интересно. И, ну, на крайний случай, да, введу новый тренд. Темное тело, белое лицо. А далее у нас идет сальса соус. Шучу. На самом деле, знаете, я записываю видео сейчас сразу для английского канала, для русского. И шутка, которую я сказала уже в английском, я повторяю ее на русском. Но эта шутка, наверное, уже не звучит так же смешно, потому что я ее уже говорю повторно. В общем, ладно, все, не важно. Так вот, здесь, насколько я понимаю, штукенция для того, чтобы умываться и чтобы лицо выглядело более светящимся, brightening, да, короче, свеженьким, светящимся и что-то такое. Ну, позже тоже расскажу. А далее идет такой вот бальзам для губ с SPF, что очень круто на самом деле. Потому что я слышала, что солнце, оно, так сказать, помогает гиалуронке растворяться быстрее. Поэтому для меня очень актуально предохранять свои губы от солнца, как только возможно. Поэтому SPF для губ для меня всегда очень актуальная тема. Я уже открыла флакончик. Вот так вот выглядит этот бальзам. Насколько я поняла, он с цветом. И вот такой вот у него оттеночек. Ну, скорее всего, ничего не видите. Далее идет тинт. Tinted Love Glow Tint Vanilla Co. Я очень давно хотела попробовать тинты, но нигде в Голландии здесь не находила. И по интернету тоже не хотела их заказывать. И поэтому, когда увидела этот тинт, вот такой вот у него цвет, я просто была нереально рада. Потому что это то, что я действительно хотела очень давно уже попробовать. Далее идут такие вот три масочки с чайным деревом, с рисом и с маслом ши, кажется, так это называется. Не могу дождаться, чтобы их попробовать все, но не одновременно, конечно. Вот, также расскажу вам в каких-нибудь видосиках про эффект. Ну и последняя штукетция, которая у меня здесь есть, я, насколько понимаю... Да, я увидела название. Это Serum. Тут написано Photoshop, но мне кажется, это имелось в виду Photoshop, наверное. Я не знаю, может быть, это так. Короткое название. Потому что тут очень много каких-то инструкций, вообще непонятно какое-то средство, конечно. Очень интересно одновременно. Оно убирает морщины, предохраняет солнце SPF 50. Бетти Нейко! Отбеливает кожу. И также увлажняет лицо, насколько я понимаю. Тут как-то нужно его прям приготовить, видимо. Короче, я тоже где-нибудь сниму вам отдельное видео, потому что это очень сложно объяснить. В общем, это что-то, насколько я понимаю, для лица. Итак, это была вся коробочка. Я надеюсь, что вам было интересно посмотреть, что же там внутри. Вам все понравилось. Если вы вдруг хотите ее заказать, я не знаю, насколько это возможно. Если честно, я просто нашла их официальный веб-сайт. Я оставлю вам ссылочку внизу в инфобоксе. И пишите, что вам понравилось больше всего. Если вы уже что-то пробовали вдруг из этого или из этих брендов, пожалуйста, расскажите. Мне будет очень интересно. Подписывайтесь на мой канал, на мой англоязычный канал, поскольку это видео также будет на английском языке. И увидимся с вами в следующем видео. Пока! Оставайтесь красивыми! Субтитры сделал DimaTorzok